здравствуйте рады мы этого мира то здравствуйте все мы знаем что что-то происходит страна мир сошел с ума кто-то команду полностью всем миром все под диктовку делать одно и то же движение каркады все цифровое как торопится это же не только глобальная слежка само собой это рода моей еще же родного китае там все сразу видно что это управление человека понимаете это как кнут это в любой секунду заблокировать карточку каркод все церкви выйти никого не сможешь откуда-то там можно же имущество против там отобирать вот так вот кто-то там сверху нажмет небесный будет высшестоящий все и никто поэтому рада моей грядет новый цифровой мировой порядок вы посмотрите просто это кому-то или нет идет становление нового мирового порядка о котором так много и давно говорится становление многополятного полицентричного мира и это объективный процесс остановить отменить на который никто уже не сможет о котором так много и давно говорится давно говорится о мировом порядке давно а давайте-ка посмотрим что сказали говорили 3000 лет назад давайте послушаем вот такая молитва это не отче наш это египетская древняя молитва напомню что христианская молитва отче наш которой мы привыкли будет впервые прочитана лишь через тысячу лет примерно после этой молитвы фараона эхнатона так звучит в русском переводе так называемая молитва эхнатона отче наш неведомый носущий да святится в имя твое пусть придет закон твой свет дающий миру звезд и в наше бытие в этот день ты накорми нас хлебом и прости нам смертные долги как и мы прощаем перед небом от соблазна и от зла обереги конец цитаты да придет закон твой да будет да придет царствие твое да будет воля твоя яка на небесе и на земле а что же рады мои какой воли его на небесах какой закон там который придет сюда принесет что-то ну допустим мы знаем прекрасно в нашей жизни в армии еще приходит вышестоящий руководство кончен сгодифицер все продолжают встать гимн заявляют встать там уважение к стране флагу фашистской германии при любом упоминании о гитлере люди заскакивали смирно и скидывали руку и орали о гитлер думаю то что придет с ним воля сделать на низ на земле такое же рады мы вот в апокалипсисе ивана богослова сказано вы много слышали уже апокалипсисе я же автор канал и поэтому я расскажу только что не говорит я вам покажу как он выглядит который придет единичный господин закон который идет и как нравится как к нему относится к нему кланяются и когда кланяются и почему то есть и тот час я был в духе и вот престол стоял на небе и на престоле был сидящий и сей сидящий видом был подобен камень камню яспису и сардису и радуга вокруг престола и видом подобная смораглу и вокруг престола двадцать четыре престола а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца которые обречены были обречены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы и от престола исходили молнии и грома и глаз и и 7 светильников огненных горели перед престолом который которые 7 суть духов божих и перед преспол об море стеклянное подобно кристалла и посреди и престола и вокруг престола четыре животных исполненных очей спереди и сзади и первое животное было подобно льву и второе животное подобно тельцу и третье животное и мело лице как человек и четвертое животное подобно орлу летящего И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполненные очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, свят, 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 Господь Бог Содержитель, Который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему в веки веков, тогда двадцать четыре старца падают перед сидящими на престоле и поклоняются живущими в веки веков и полагают венцы свои перед слов, говоря, достоин ты, Господи, принять славу, честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. А те рады мои, читайте правильно, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, двадцать четыре старца падают перед сидящими на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца палят перед Дангцем, имея гусли и золотые чаши. И четыре животных говорили Аминь, и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему в веки веков. Вторично сказали Аллилуйя, тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря Аминь, Аллилуйя. И голос от престола исшел, говорящий, хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие. Друзья, страх перед господином отменить уже никто не сможет. Все, ставьте лайки, пишите отзывы, до свидания, родные.